Блоги на дожде Вспомнить блошиные рынки советских времен предлагает своим читателям блогер Акватек Филлипс. Фоторепортаж севастопольской барахолки он выложил в своем блоге. Лампочки из детства, а какие фонарики делались на их основе? Квадратная батарейка, изолента, тонкая проволочка, комментирует пользователь свою фотографию. В детстве я такую коробочку в деревне летом берег, как зеницу ока, ностальгирует блогер. Не успела благосфера отойти от вчерашнего поста Дмитрия Гудкова об автомобилях российских чиновников, как появился повод для нового скандала. Отец Дмитрия, депутат Геннадий Гудков, был задержан за использование спецсигналов без документов. Дмитрий Гудков опровергает информацию в своем твиттере. Все не так, как пишет Live News. У Гудкова никогда не было мигалок и не по встречке он ехал, пишет Гудков-младший. «Стробоскобы, разделительная суть, и это не меняет. Так ездят те, против кого вы боретесь», — отвечает ему пользователь MitchellFL. Блоги на дожде Активно обсуждают блогеры ролик, в котором Сергей Полонский на стройке комплекса «Кудузовская миля» отнимает телефон у главы Ассоциации предпринимателей «Новое дело» и брата советника президента Михаила Дворковича. Бизнесмен требует от некоего Аркадия немедленно приехать к нему. Позже Полонский заявил, что это, цитата, «другой Аркадий». В колеце неадекватных пополнения к Лебедеву, Охлобыстину и Миронову присоединились все тот же Полонский-Дворкович, комментирует ролик пользователь Диагоста. Наталья Радулова публикует в своем ЖЖ фоторепортаж из «Осенней Одессы». «Я немного прошлась по улицам этого солнечного, обшарпанного, родного, мучительно любимого города», — пишет Радулова. «Ох, комсомольские, колонтаевские, ах, юность моя, юность, надо срочно ехать туда снова, ностальгия», — реагирует ее читатель Тхабити. Пользователь сайта Reddit.com соревнуется в остроумии, отвечая на вопрос, какую пилюлю вы бы выпили. Варианта два. Красная таблетка дарит способность говорить на всех языках мира, синяя дает умение игры на любом музыкальном инструменте. Пост с вопросом собрал несколько тысяч комментариев. «Выпью красную таблетку и буду ездить по миру, слушая музыку тех, кто проглотил синю», — пишет пользователь в Сурма. «Выпью две и побегу», — отвечает Саймон. На этом у нас все. Обзор блогов подготовлен агентством гражданской журналистики «Ридус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова